До недавнего времени считалось, что главное медийное оружие Дональда Трампа это его аккаунт в Твиттере, через который избранный президент США воюет со своими политическими оппонентами, мочит СМИ и троллит иностранных политиков. Но это было до того, как Трамп выиграл выборы. После победы в качестве оружия массового информационного поражения американский миллиардер использует свой телефон. Например, совсем недавно мы узнали, что для доведения до истерики и паники всех топовых европейских чиновников Трампу достаточно просто поговорить с Владимиром Путиным по телефону. Всего один разговор, а британские СМИ уже рассказывают о нервных срывах в рядах брюссельских политиков, которые, наверное, просто не понимают, как жить в этой новой жуткой реальности. В этой реальности избранный президент США легко находит возможности для взаимопонимания с Путиным. И это означает, что многие европейские политики, построившие карьеру на продаже русофобии, могут остаться без работы, без карьеры и без денег. Financial Times пишет, что британские дипломаты готовятся к дипломатическому кризису, вызванному возможным сближением позиций США и России. Между строк читается, что готовых решений для этой проблемы в Лондоне просто нет. Реакция американских и европейских СМИ создает вокруг разговора Трампа и Путина какой-то ореол чуда, ну или вселенской катастрофы, если смотреть с точки зрения сторонников Клинтон или любителей ИГИЛ. Вот, например, популярная американская газета USA Today выпустила глубокомысленную статью под заголовком «После разговора с Трампом путинские авиаудары раскатывают Сирию». Прозрачно намекая на то, что это Трамп виноват, что российская авиация активизировала бомбардировки сирийских террористов, которые так милы и близки сердцу любого правоверного американского либерала. При Клинтон такой фигни не было бы, как бы говорят нам американские журналисты, и при этом, конечно, безбожно врут. Все было бы так же, и единственная разница заключалась бы в том, что сирийские боевики умирали бы под российскими бомбами после получения зарплаты от ЦРУ или Пентагона. А так у них полный ужас. Американцы денег не платят, а русские бомбят. Ну, пусть утешаются хотя бы искренним сочувствием американских журналистов из пула Хиллари Клинтон. Справедливости ради нужно отметить, что телефонные разговоры с Трампом приносят не только несчастье, но и могут быть настоящим праздником. Вот в киевской политической тусовке сейчас просто эйфория из-за того, что Порошенко все-таки смог дозвониться до избранного президента США. Но это действительно большое достижение. То, что его не послали на три буквы после того, что официальный Киев творил во время американской избирательной кампании, это действительно успех. Жаль, что единственное описание разговора находится только на сайте самого Порошенко, в то время как на официальном сайте Трампа об этом нет ни слова. Вот о разговоре с Путиным новость на сайте Трампа есть. А о разговоре с Порошенко ничего не сказано. Ну, совсем. Сайт самого Порошенко в качестве источника не вызывает у меня особого доверия. Ведь Порошенко уже ловили на разговорах с пранкерами. Но если предположить, что разговор действительно был и все это не розыгрыш, то все равно киевская эйфория не очень понятна. Да, официально украинская пропаганда говорит, что два президента договорились о встрече. Хотя никакой конкретики в плане дат не указан. Ну и что? Кто-то действительно верит, что Порошенко это такой гений психологических маневров и титан дипломатических переговоров, способный изменить мнение избранного президента США о Крыме, Украине и необходимости сотрудничать с Россией. Интересно, как это будет выглядеть. С одной стороны, Трамп. Миллиардер, бизнесмен, опытный делец, и человек с очень непростым характером. А с другой стороны, Порошенко, который должен его быстро убедить вложить деньги в геополитический проект под названием «Украина». Мне очень жаль, что на это шоу не будут продавать билеты. Я бы купил себе несколько. И не только я заплатил бы за возможность это увидеть своими глазами. Думаю, что разговор будет не очень длинным и, скорее всего, закончится фирменной фразой Трампа «You're fired», то есть «Ты уволен». Агентство Bloomberg выпустило материал под заголовком «Трамп, Путин и реформаторы поневоле советуют Украине сближаться с Россией». Американские журналисты собрали мнения западных политиков и экспертов о будущем Украины и среди представленных мнений сложно найти что-то оптимистичное. В целом, опрошенные эксперты сходятся на том, что Украине не повезло. Например, ярый русофоб и критик Владимира Путина политолог Ян Брэмер сформулировал свое видение будущего Украины следующими словами. «Трамп захочет внести полную ясность и, я думаю, весьма вероятно, что при Трампе США быстро двинутся к восстановлению отношений с Россией, в особенности в Сирии. И ясно, что Украина будет принесена в жертву». На этот раз мне даже не хочется спорить с американским политологом. Мне интересно только одно. Трамп выставит Украину на продажу целиком или частями?